Опасностей стало больше, и последнее, что я хочу сказать про вторую волну мобилизации, которая будет, она будет намного жестче. Мы видели, что первые недели мобилизации люди, да, лох не мамонт, не вымрет, и поэтому какое-то количество людей само шло в военкоматы, кому просто приходили повестки, их клали под дверь, циточные горшки или выдавали на работе. Но через две недели лох вымер, а именно приток военкомата вот этих людей, готовых безропотно идти, сильно снизился, и поэтому уже последние недели мобилизации мы видели облавы, причем в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, облавы на офисы, облавы на хостелы. Это не потому, что ментам в радость делать облавы, хотя, наверное, какой прикол они с этого ловят, но по большей части это потому, что люди перестали идти в военкоматы. И когда пойдет вторая волна мобилизации, государство к ней будет готово лучше, военкомы будут готовы лучше, полицейские будут готовы лучше, то есть система, которая должна вас находить, будет готова лучше. Уже сейчас начали синхронизацию баз газвыборы, ЗАГСа, всех баз с военкоматами, ну то есть у них вот эти два месяца уйдут на перестройку системы, чтобы эффективнее вас ловить, чтобы эффективнее вас находить. Поэтому это не только и не столько передышка для вас, сколько передышка для них, для того, чтобы вас потом поймать и отправить на убой, причем во время морозов. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и готовьте, что называется, сани с лета. И сани эти точно должны быть готовы у вас к январю, потому что вот с января, как призыв закончится, я думаю, мобилизация довольно быстро активизируется. Более того, об этом сегодня выходил подробный материал издания «Верстка», которые говорят, что и в московской мэрии, и в военкоматах, и в госкомпаниях вообще никто не ждет окончания мобилизации, а наоборот, всем сказали довольно быстро, кому там приносить отсрочки, кому еще что-то. То есть они и своими действиями, и своими воззрениями говорят, что мобилизация не то, что не заканчивается, а только начинается, по крайней мере, в своих объемах и масштабах.